Странная и, по-видимому, очень значительная история, которая не получила дальнейшего развития в Вашингтоне и которую СМИ вывернули наизнанку. Россия, Россия, но вот настоящий смысл этой истории. Администрация Байдена признала, что, цитата, «На Украине есть американские ядерные технологии на атомной станции, и, по-видимому, эта атомная станция перешла под российский контроль». Итак, что это за чувствительная ядерная технология, принадлежащая США? Почему ее не вывезли до конфликта? Можно ли использовать ее для атаки? И не является ли это полным безумием и угрозой? Джо Кент, бывший офицер сил специальных операций, он баллотируется в Конгресс от штата Вашингтон. Джо, большое спасибо, что присоединился к нам сегодня. Итак, никто не задает очевидный вопрос, что это может быть? Именно так. И сколько еще сюрпризов и лжи они собираются обрушить на нас? На прошлой неделе мы узнали, что на Украине есть американские солдаты, и сейчас между делом они также хотят сказать, «О, у нас там еще кое-что ядерное». Они не скажут нам, что именно, оружие ли это или ядерные технологии. Но, конечно, они послали русским жесткое сообщение, типа «Эй, не трогайте эту штуку. Мы должны верить, что Путин – экзистенциальная угроза для всего мира, но в то же время он достаточно разумен, чтобы получить от нас сообщение и не трогать наше ядерное оружие». Мы и раньше шли войной на страны с ядерными технологиями. Все оказалось большой ложью, но ядерное оружие и раньше было предлогом ввязаться в войну. И у нас там солдаты. Опять та же ситуация. За последний год мы наблюдаем эскалацию за эскалацией, что подталкивает нас к Третьей мировой войне. В то же время наши выбранные чиновники не делают свою работу, конгрессмены не ссылаются на резолюцию по ограничению военных полномочий, не пытаются добиться хоть какой-то подотчетности и прислушаться голосам американских граждан. Я не думаю, что американцы хотят, чтобы мы начали Третью мировую из-за событий на Украине, когда у нас столько проблем здесь, дома. Итак, заголовок должен быть таким. Американское ядерное оружие в руках русских. Почему его нет? Этот конфликт продолжается 14 месяцев. Если у нас были ядерные материалы на Украине, почему они до сих пор там? Это безумие во многих смыслах и халатность. Почему никто не говорит об этом? Определенно, администрация Байдена руководствуется сочетанием высокомерия, злобы и полной халатности. Ты сказал о ядерном материале, и он просто там, в то время, когда там ведется реальный огонь, продолжается конфликт. Почему это не обсудили заранее, и почему не были предприняты конкретные шаги, чтобы забрать этот материал? Сейчас нам просто говорят, эй, там наше ядерное оружие, там наши солдаты. Все не так хорошо, как нам говорят. Мы слышим ложь за ложью. И людям нужно знать, что Пентагон говорит, эй, весной будут все эти наступления. Мы дадим Украине такое-то и такое-то оружие. Это те же самые генералы, которые врали нам больше 20 лет, говоря, еще один рывок, еще одна тактика, и в глобальной войне с террором наступит перелом, и на Ближнем Востоке будет мир. Это чистой воды ложь. И мы должны верить им на слово. Сейчас там американские солдаты и ядерный материал в руках русских, и это рецепт Третий мировой. Мы также должны игнорировать факт, что мы на пороге краха американской экономики, потому что Россия и Китай подрывают наш статус держателя мировой резервной валюты. И это происходит прямо сейчас, и Конгресс ничего не делает. И по этой причине я опять баллотируюсь в Конгресс, чтобы продолжать бой, не дать нам вступить в Третью мировую войну. И чтобы Конгресс сосредоточился на американцах, а не на глупых заокеанских войнах. Вот почему Вашингтон потратил столько денег, и использовал так много грязных трюков, чтобы остановить тебя в прошлый раз. Ты был для них целью номер один, но мы поддерживаем тебя. Спасибо, что присоединился. Спасибо большое, Такер. Субтитры сделал DimaTorzok